МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зараз об этом меньшим больше подробязна. Сегодня у Гомеля началось проведение бизнес-ден. Их удельниками стали представники деловых колов, гандлево-промысловых палат и дипломатичных миссий за маль 15-ти краин света. С метами задачами форума ознайомился Олег Синтероу. Бизнес-дни у Гомеля сегодня проводится в другой раз. Но уже сейчас его удельники говорят о высокой эффективности мероприемства. По сути, Гомель становится прицелкой для дороги международного бизнеса. Как и в минулом году бизнес-дни у Гомеля проходит в рамках выставок гомельского отделения Белорусской гандлево-промысловой палаты «Бизнес у регионах». Причем на этот раз экспозиция сформирована золиком интересов замежных делегаций. За открытием стендов не только промысловых предприемств, а и организаций, которые соединяются с внешнеэкономичной деятельностью, банковских, страховых, логистичных. По великим рахунку для регионов, эта реальная макчимость больше глубокой интеграции в сосветную экономику. Зараз на Гомельшине просует 55 замежных предприемств и 960 предприемств с замежным капиталом. А для того, как и мерковать по рабочий бизнес, где он этой личбы можно поведичить. Твердка в Аргоне и другий путь на посланном данном у Гомелу, как бы истраживаться с представителями и частных компаний наших, подоканала, ДСК Гомельского, где речь уже может идти о конкретных поставках продукции. Предварительно они изучили цены, условия работы. У программы «Бизнес джон» пленарное посаджение и работа пяти секций. Тема такая самая актуальная. Новые аспекты введения бизнеса в Беларуси, выкористание информационных технологий у бизнеса «Сяроди», потребка предприемательской активности молоди, супрационерства Годлёва промысловых палат. Зараз гэта организации сдольные наладживать международное супрационерство, миновито потых на керунках, яке уявляюсь наибольший взаимный интерес. В этом году мы провели уже более четырех встреч с субъектами малого и среднего бизнеса Беларуси. Достаточно активно сотрудничаем с представителями Могилевской области, Витебской области. И вот сегодня впервые принимаем участие в мероприятии, которые организует Гомельская торгово-промышленная палата. Традиционно Брянская область вселенна логистическими предприятиями. И традиционно у нас была развита, и то, что мы постарались не утратить и развивать дальше, это промышленность. Вот, соответственно, в этих направлениях мы видим возможности сотрудничества между предприятиями Беларуси и бизнесом Беларуси и предприятиями, и предпринимателями Брянской области. Сироту денег у вселедних бизнес-стадион у Гомеля шмат тых, кто приезжал на это мероприемство «Летость». Не в опущенную чергу, это свечение эффективности, проводимой у регионе работы, постворение комфортного делового климата и ликвидации барьеров на шляху руху инвестиций и працовной силы. За год, яке прошел после попереднего форума в рамках заключенных домовленностей партнеры поспели обменяться визитами и больше деталево ознайомиться с Махчимой 7.1.1. Теперь можно зарабить наступный крок. Приняли мы также делегацию предпринимателей из Гомельского региона и сейчас мы приехали продолжить этот диалог. Также мы готовы встретиться с руководителями университета, чтобы организовать сотрудничество между университетом города Риека и университетом Гомеля. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, далее радует компания Гомель. У Гомельской областной инспекции аховы живельных и рослинных осветов подведены выники селетной деятельности. Самым расповсюдженным порушением по раннейшему з'является незаконное рыболовство. За маль 1300 зарегистрованных в этом годе порушению природаховного законодавства на Барканьерское рыболовство селета пропадает половы выпадков. У инспекции этот факт пламачит наявностью на Гомельшине таких буйных водных артеры, як Днепр, Сож, Припять. На другим местам порушение правилов лесокорыстания. У якости компенсации на виноватых накладены штрафы у помера маль 40 тысяч динаминованных рублев. А прочата госбуджена коля 60 криминальных справ и конфискованная 4 автомобилей. Разом с тим, у инспекции звертают увагу на проводимую профилактичную работу. Только в этом году инспекторы выступали у коллективах 380 разов. Провести профилактическую работу, где-то разъяснить гражданам, где-то каким-либо действием пресечь правонарушение. Ну а как факт, тот, который уже не удается предвидеть или пресечь, тогда уже его приходится выявлять и в дальнейшем предъявлять вред юридическим, физическим лицам и взыскивать его. Сокрытые працы криминалистов раскрыли в Гомельском городском отделе Следующего комитета. Там пройшел день открытых дверей. Разом с будущими абитуриентами во установе побывала Ганна Ковалева. На один день заслонутые амницы працынили служащие Гомельского городского отдела Следующего комитета. Тут пройшел день открытых дверей. Познайомиться с профессией, доведаться об ее тонкостях, пришли навученцы Гомельского городского кадетского училища. 32 человеки. Усеяны уже сегодня повинны вызначаться с будущей профессии. Боувыны у Министерства внутренних справ прием документов почнется уже праздникальки месяцев. Будучих абитуриентов особисто с устрел и провел экскурсию начальник ведомства Аркадь Стратяков. Для себя служить родине, проходя воинскую службу, я принял еще давным-давно, наверное, когда мне было 5 лет, я бегал с пистолетиком и говорил о том, что я буду милиционером. Да, я именно к этой цели шел всегда. И уже 25 лет, как я служил Отечеству, но вместе с тем я никогда не жалел о том, что я принял для себя такое решение. Для ребят я, конечно же, хочу пожелать, чтобы их выбор был осознанный, потому что служба, воинская служба, служба в Следственном комитете – это нелегкий труд. Поэтому, когда придется им сталкиваться с трудностями, они должны понимать, выбор был осознанный, а, соответственно, я должен с честью и достоинством идти по своей жизненной дороге. Гэтая камера заховывания – саправдый таемничая мессца. На полициях сотни рычуных доказов. До прикладу, гэтая плитка больше нагадывает шоколад. На самой же справе – моцный психотроп. Тут кадеты смогли на свои очи увидеть не только, как выглядят такие вещи, а и процесс их снижения. Кажется, ранее такое видели только в фильмах. И реальность значительно отрозняется. Отчувается, что тут все сурвезно. Я даже, честно, и не задумывался об этом. Я пришел, увидел, что я даже не знал, как это происходит. Ну, не представлял себе ни мнения. Профессия довольно-таки интересная, более чем ожидалось. Так что, возможно, когда-нибудь себе на усечение возьму. А кроме гэтага, кадеты учакало знайомство с сучасной криминалистичной лабораторией и пошуковыми чемоданами. Каждый из них дозволяет знайсти на месте злочинства навод самые дробные речевые доказы. После незвучайной экскурсии юным гостям пропоновали докорануться до криминалистичных обсталяваний и самим отчуть смак профессии. До речи Дней открытых дверей тут проходит третий год запор. И все лето после знайомства с ведомством многие из молодых людей выказалися, что саправды в будущем хочет спрацовать минавито тут. Ганна Ковалева, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Завтра на телеканале ТРО «Союз» у рамках специального проекта «Дни регионов» пройдет День Гомельской области. У эфиру можно будет убачить информационные, аналитичные, забавляльные, познавальные и мастацкие программы вытворчасти ТРК «Гомель». ТРО «Союз» сегодня ожицевляет что-то дневое вешание. Его потенциальными глядачами заявляются больше за 60 миллионов жахаров России, Беларуси и инших краин СНД. На периоды дни проведения Дня Гомельской области на телеканале корреспонденты в Минску и Москве потекавилися что ведают столичные жахары про наш областный центр. В Гомеле у меня просто, я помню, был, но с выставки у них очень хорошие сельскохозяйственные машины, это я знаю, а вообще Белоруссию я люблю. Гомель был основан в 1142 году. Ну, Гомель, ну, Зеленые парки, что еще, река-то. Ну, пожалуй, все, я только проездом там была. Красивый город, хорошие люди, много хороших знакомых там среди образования. Ну, а как сам город? Ну, такой неожиданный вопрос какой-то, ну, не знаю даже. Ну, все нормально, хороший город. Гомель, Сош, наверное, река, не помню точно. А так, ну, всегда проездом на Украину его проезжали. Гомель, ну, так мало. К сожалению, всегда была там только проездом. А, еще там есть университет железнодорожников. На этом выпуск завершен. У студии для вас працював Явген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...